Росреестр начал замораживать сделки с недвижимостью из-за долгов. Уважаемые гости и подписчики моего канала, с вами сегодня буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Перед тем, как начать, давайте авансом поставим лайк этому видео, подпишитесь на канал и обязательно поставьте колокольчик, чтобы не приходило напоминание о новом выпуске на канале. Поехали! Росреестр вплотную занялся заморозкой регистрации сделок при наличии у продавцов недвижимости проблем со службой судебных приставов. Для решения этого вопроса отведено 90 дней. Вот реальные примеры жизни. Николай, индивидуальный предприниматель, занимается строительством поселков и земельных участков в Московской области. О том, что на все его объекты недвижимости судебными приставами наложен арест, он узнал случайно из-за штрафа в 5000 рублей. Под запрет регистрации попали 140 объектов недвижимости, причем после оплаты этого штрафа была разблокирована недвижимость в Тульской области, а в Москве до сих пор сделки заморожены. Рассказывает Николай, был наложен арест судебными приставами за полученный когда-то штраф свыше 5000 рублей. Он узнал об этом 30 марта и в этот же день все погасил и получил на руки постановление по сути о снятии ареста. Ну а дальше началась непонятная история. Приставы отправили запрос в Росреестр каким-то своим чудесным электронным образом, который Росреестр не видел в течение 20 дней. Потом, когда увидел, выяснилось, что постановление написано с ошибками. Его отправили обратно. Судебные приставы не видят этого постановления и не могут ничего с ним сделать. Таким образом, все это время он не мог заключить ни один договор к припродаже и ничего не мог подать в Росреестр. Из-за этого у него были заблокированы сделки на сумму более 60 миллионов рублей. Причем предпринимателям предпринимались попытки отнести эти постановления самостоятельно и зарегистрировать их в Росреестре или по Почте России. Но у вас они не там. Можно общаться между ФССП и Росреестром исключительно по их внутренней электронной связи. Даже при наличии небольшой задолженности такие запреты могут быть наложены. Поэтому перед тем, как продавать свою или покупать чужую недвижимость, убедитесь, что ФССП не значатся задолженности. Как не остаться без штанов, покупая недвижимость? Ведь сегодня каждая десятая сделка заканчивается в суде по статистике Росстата. И это печальные цифры, согласись. Я практикующий юрист. Вот уже более 18 лет в этой сфере. Я помогу тебе внимательным образом проверю продавца, долговую нагрузку, суды, банкротство. Проведу анализ документов и соберу объемный пакет документов, с которым будет максимально спокойно выходить на сделку. Для этого переходи по ссылке в описании под видео, оставляй заявку и я тебе перезвоню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова